Привет всем, привет, братья и сестры! Шалом, ас-салам алейкум! Я вас всех еще раз поздравляю с Рождеством Христовым, с этим великим праздником. Мира, милости и богословения вам и вашей семье. Так как наш Бог неизменчив, поэтому сегодняшний урок я начинаю ровно с того же самого, с чего и обычно. То есть я вас проведу по хронологии, каким образом сегодняшний урок Отец Небесный с помощью Духа Святого пояснил мне. Этот урок важен тем, что сегодня вы услышите очень важную информацию для нас, для всех. И также он будет являться доказательством всего того, о чем я уже сказал. А в частности в последнем уроке, который я выложил вчера. То есть урок 4 царства, глава 2. Где мы с вами разбирали Оглинную Ковестницу, Елисея и пророка Илью. Но те, кто слушали урок, я вас поздравляю. Вчера, пояснив вам эту главу, растолковав, что это означает, сказав, что это прообраз наших дней. И вот этих расхождений между конфессиями внутри религии. Будь то Коран, будь то Ислам, будь то Христианство. Я вам растолковал все, кроме одного момента, последнего. Почему? Поясняю. То есть на тот момент толкую вам эту главу, собственно, и все, что это означает. Я еще не знал, что означает эти 42 ребенка в 24 стихе. То есть, когда я заканчивал запись вчерашнего урока, 4 царства, глава 2, я специально пропустил в 24 стихе вот это невероятно важное уточнение про 42 ребенка. По какой причине? Потому что я просто не знал, что это значит на тот момент. Поэтому я подумал, что спрошу об этом отца. И когда настанет время, я вам об этом расскажу. Время настало ровно в полночь. Объясняю почему. Выложив урок, 4 царство, глава 2, я вижу уже комментарии от людей, которые меня от братьевестер, которые меня слушают. Слава тебе, Отец Небесный, за этих людей. То есть, что происходит? Сестра, которая слушает меня постоянно, мир вам и вашей семье, она меня поздравляет с Рождеством. Я ее поздравляю в ответ. И ровно это было примерно там, в районе полуночи уже, да? И ровно в этот момент Отец Небесный поясняет мне, что 42 ребенка, это 42 месяца, это 3,5 года. Если вы не понимаете, куда я иду, я вам объясню. Пояснив мне это очень важное уточнение, он таким образом сказал мне, что время Великой Скорби начинается с этого Рождества. Оно началось вчера в полночь. Вы представляете, насколько все у Господа Бога точно и по времени? То есть, еще раз поясняю, да? Я, толкуя вам четвертую царство, вторую главу, я не знал, что за 42 ребенка. И ровно в этот же вечер, в районе полуночи, он мне поясняет, что время Великой Скорби начинается. 42 ребенка, это которые будут ходить плевать Елисея, говорить ему, ты пляшивый, ты пляшивый. Ну, как бы, Елисей-то я сегодня, да, сразу еще раз напоминаю. Таким образом он мне поясняет, что начинается мое свидетельство, да, то есть, видимо, я буду перемещаться из города в город, судя по всему. Так как 23 стих 2 главы 4 книги царств говорит о том, что и пошел он оттуда в Зефиль, что уже нам поясняет, да, что Елисей начал свое перемещение откуда-то, куда-то, да. И когда он начал перемещаться, вышли эти дети из города и начали ему говорить, ты пляшивый, ты пляшивый. Ну, то есть, я вам пояснял, что это значит. Дети, которые начали говорить ему, иди пляшивый, да, то есть, это как раз-таки те дети, о которых я говорю в уроке нарциссы, да, вот это камни-кидатели, верблюды нашего времени, дикие пчелы, змеи-скорпионы, вот это все дети, да, которые говорили в то время Елисею, иди отсюда пляшивый. Мы и без тебя все знаем, ты Асташонок, какой ты там посланник, и на фабрике ты вообще пел, пришел он тут нам про Бога говорить. Вот это вот дети, которые в то время считают себя их потомками, да, это я непосредственно уже к лицемерам, здесь о вас тоже сказано, которые не читая, не слушая, не смотря вообще того, что я говорю и делаю, говорят мне, что я дебил. Ну вот, здесь речь про вас, здесь как раз-таки поясняется, что с вами будет происходить, выходят две медведицы и растерзали этих детей. То есть, все, вы понимаете, время великой скорби началось с этого Рождества, и оно будет длиться 7 лет, потому что это, вы знаете, из священного писания Библии, да, то есть, теперь 4 царств, 2 глава, она вообще все подтвердила, все, что я говорю, да. Появились два пророка в моем лице. Два пророка будут затворять небо, чтобы не шел дождь, убивать людей, кто захочет их убить. Пророков убьет зверь, который будет править 42 месяца. Их трупы нельзя будет похоронить, они будут лежать на улице. После трех с половиной дней они на глазах людей встанут на ноги свои и в облаке вознесутся на небо. Когда придут пророки? Пророк Даниил говорит и утвердит завет. Мнозим седьмина едино. В поле же седьмины отымется моя жертва и возлияние. Это Даниила 9 глава 27 стих. Он означил одну седьмину лет, последнюю, имеющую быть в последних временах при конце всего. Тогда останется еще одна, последняя седьмина, во время которой придут Илия и Енох. В середине же Ея появится мерзость запустения, Антихрист. А это очень важно запомнить и держать в голове, что Антихрист появляется после двух свидетелей Евангелия. Почему это важно держать в голове и помнить? Чтобы быть уверенным в том, что я им являться никак не могу. А зная это, вы как минимум можете допустить то, что я есть. Как минимум один из пророков. Почему я сказал как минимум, вы поймете в этом уроке. Последняя седьмина, во время которой придут Илия и Енох. В середине же Ея появится мерзость запустения, Антихрист, и возвестит миру запустение. И тогда жертва и возлияние, которые теперь приносятся Богу на всяком месте и всеми народами, отнимутся. В первые три с половиной года, то есть 1260 дней, последней седьмины придут два божьих пророка. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, называемого Содомом и Египет, где и Господь наш распят, и будет править вторые три с половиной года, то есть 42 месяца. А и мы понимаем, что все рекламные обложки, все щиты, то есть люди напрямую уже раздетые, голые. Содом Гамора творится. Вот об этом речь в Содом Гаморе. Только в Содом Гаморе был слышен вопль людей, чтобы Господь избавил города от этих вот, вот от этого булуда, который уже выставлен на показ, и невозможно обойти. А в наше время уже, по-моему, никто и не кричит. И вся эта история их поглощает, то есть затягивает. Вот это и есть Содом, да? А что же тогда Египет? Вот Египет – это то, о чем я говорил в уроках Моисея. Вы должны посмотреть урок Моисея, чтобы понять, о чем я говорю. Да, Египет олицетворяет собой вот эту всю черноту. Маги, ведьмы, вуду, шаманы – собственно, то, о чем и два последних урока. Начертание зверя и крестное знамение. То есть об этом речь. Вот это и есть Египет. Темная сторона ритуалов магов и так далее. И по какой причине они убивают пророков, да? То есть они отвергают. Это две категории людей, да, которые, как мы понимаем, что они не услышат никогда. То есть из блуда мало кто выйдет. Да, ну а тем более уж выйти из лап сатаны – это практически нереально. И именно по этой причине таким образом они убивают пророков. То есть они отвергают, да, где Иисус Христос был распят. Это означает ровно то, что многим из вас знакома такая метафора, что если вы, верующий человек, делаете какой-то грех, ну, в виде блуда, вы вбиваете еще один гвоздь Иисусу Христу, когда он висит на кресте. Вот в этом и суть этой метафоры. Ну а здесь, как вы понимаете, все себя считают верующими. Все считают, что они с Господом Богом, потому что они купили и носят крестик. Но потом у них начинается Содома Гамора и Гадания. Но они по-прежнему себя считают детьми божьими. Понимаете, это ровно то, о чем я говорю в уроке «Поцелуй Иуды». Это ровно то, о чем я говорю в уроке «Поцелуй Иуды». Это и есть поцелуй этих людей, которые они дают Иисусу Христу. И так как Бог отвечает всем и всегда, соответственно, Он им отвечает, ответит уже очень скоро пламенным поцелуем. Солнечная система становится ближе к излучению из центра Вселенной. Сейчас мы попадаем в эту точку ближнего взаимодействия. Планета доживает свои последние годы, а вместе с ней и мы. Резкие климатические изменения происходят сейчас и на других планетах Солнечной системы. То есть причиной изменения климата является некое внешнее воздействие, повышенное излучение энергии, которое явно идёт из космоса. Свидетельством этому является то, что аналогичные процессы наблюдаются на всех планетах нашей системы. Которые оповестили вас о начале времени Великой Скорби. О чем я говорил, да, еще в мае я начал говорить о том, что время Великой Скорби начинается. Но все это время, я вам говорил, оно начинается в 2023 году. В 2023 году, да. Когда точно, я не знал. Теперь мы знаем, когда точно оно началось. Оно началось с этого Рождества. Да, опять же, к моему сожалению, для тех, кто не успел заиметь контакт с Господом Богом. И поздравляю тех, кто его заимел. Потому что, друзья мои, мы идем домой. И теперь мы открываем глава 6. И вот как раз таки она уже начинает говорить о времени Великой Скорби, о втором пришествии. То есть, вначале речь идет о этих конях, которые война, эпидемия, голод. И здесь, ну, весы, да, с чашей весов. Здесь я хочу заострить ваше внимание на стих 6. Говорит о том, что хеникс пшеницы за динарий. И три хеникса ячменя за динарий. Но, что он говорит дальше? Он говорит, елея же и вина не повреждай. Ну, то есть, это первое, что я хочу с вами расфруковать, да. То есть, речь идет о времени Великой Скорби. То есть, очевидно, что Господь не переживает за алкоголь здесь, да. А это как раз открывает вам, подчеркивает подлинность всего того, о чем я говорю в уроке «Брак в Кане». Он спустился, у него было право выбора, возможность выбора, да, отказаться. Но он это сделал, чтобы спасти нас. Нас спасти всех. Вас, меня. И он, так как конец игры ясен, Бог Отец, как распорядитель пира, он не знал, откуда это вино. Да? То есть, Иисус дает ему попробовать, и Бог Отец не может понять, откуда это вино. То есть, хорошее, настолько хорошее, что все, понимаете? Смысл искупления грехов Иисусом за нас, за всех. Вот здесь это объясняется. Вот это было первое чудо Иисуса, которое он сделал. То есть, он, придя, возвращаемся дальше в книгу, да, придя сюда, да, к этим кувшинам, он увидел всю ситуацию, он помолился, сказал, все, Отец, я сделаю это. Так или иначе. Вы понимаете, что происходит? В этом-то, в этом и смысл. Вообще всего. То есть, он знал, он увидел себя, он увидел свой финал на этой земле, да, но он шел до конца. Он дошел. А на земле он сделал просто чудо. Кудо превратил в вино. Че-пойно. То есть, для него это понятное дело, да? Но тут же и третья линия, да, что пока вы не приняли крещение, пока вы не приняли Иисуса как личного спасителя, пока вы не поняли, что он, он ему за тебя, за то, что ты живешь, ему вбивали вот эти вот гвозди. Пока ты этого не поймешь, хорошим вином ты не станешь, так и будешь водой. В этом смысл притчи. Те люди, которые сейчас до 23-го года стали вином, пришли к Господу, всей душой и сердцем покарились. Ну, а я говорю об этом в уроке покаяния уже, и весь мой канал на этом сфокусирован, да, что вы должны сейчас заключить завет с Господом Богом до 23-го года, да, и прийти к нему. Это те сейчас, кто Библию не знает. Здесь елей, вино обозначаются те люди, которые уже давно с Господом Богом, он говорит, ты их не трогаешь, этому каню он говорит. А вот как раз-таки пшеница и ячмень, это те, кто вот сейчас только еще прибежали к Господу Богу, те, которые вот запрыгивают сейчас в этот корабль, который уже тронулся, а все остальные так и остались, ну, водой, и теми зернами, которые погибли в терниях, не на доброй почве, вот про них речь, ну, и как бы и всех остальных злачных, которые не проросли и не ужились. Ну, то есть речь как раз-таки о тех, которые вот эти, верю в душе, написали на холодильнике и решили похудеть. То есть холодильник выкинули, вот, верю в душе. Мы идем домой и уже очень скоро, поэтому я вас поздравляю с этим. Да, и также в уроке Содома и Египет я вам пояснял, что два пророка – это Ветхий Завет, Новый Завет, христианство, ислам. Вот эти два пророка, да, с одной стороны. С другой стороны, это воплощение пророков во мне. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. То есть вы понимаете, если книга Откровения говорит нам о том, что будут убиты два пророка, да, и вы думали, что будут убиты какие-то два человека. В уроке Содома и Египет я бы вам пояснил, что не люди будут убиты, а те, которые так и не познали Господа Бога, они отвергли, они распяли Иисуса, да. Получается, вот таким образом они убили вот этих двух пророков, что с одной стороны олицетворяет Ветхий Завет, Новый Завет, с другой стороны, это христианство, ислам, да, они так и не приняли, они так и не пришли к Богу. Хоть и многие из них себя, опять же, считают верующими и детьми Божьими, что есть заблуждение. Так вот, а 4-ое царство, 2-ая глава, да, она как раз таки поясняет, она подчеркивает и подтверждает подлинность моих слов, потому что две медведицы, опять же, кто есть, и христианство, и ислам, и Ветхий Новый Завет, да, и вот они выходят и терзают тех детей, которые так и не стали детьми Божьими. Вы понимаете? То есть подтверждение моим словам, которые я говорил в уроке Содома и Египет. И как еще один аргумент тому, что 4-ая царство, 2-ая глава была истолкована верно, это тот же самый прием, который я вам объяснял в уроке Лот, да, Содом и Гамора. То есть если вы на человеческом уровне будете смотреть на эту историю, ну представьте, да, идет какой-то чувак, вдруг тут выбегают дети, начинают кричать «ты, пляшивый, пляшивый», вдруг выбегают какие-то две медведицы, начинают терзать этих детей. Ну просто вообразите себе эту историю, да, и потом задайте себе вопросом. Он до того, как они растерзали детей, начал считать, сколько их было, или после перекладывать тела. Ну как бы задумайтесь, такой истории в принципе быть не могло. Да, то есть из чего мы понимаем, что Библия – это книга-притч, да, Коран – книга-метафор. Ну еще раз хочу подчеркнуть то, что это не означает то, что буквально все – метафоры, да, и притчи. То есть Иисус выходил в храм и выгонял валов и овец в то время, реальных, которые продавались. Речь в этом. В наши дни сегодня – это тоже та же самая история в духовном плане. Он выгоняет этих валов и овец из православных и католических храмов, кто начали поклоняться идолам и кумирам, иконам, матронам и все дела. А те, кто работает на сатану, они в эти же храмы идут и этих бедных овец пристегивают туда, к нему. В этом дело. И только по той причине, чтобы сегодняшний урок не получился на неделю, да, я разделю этот урок на два. Один из них вы уже смотрите, он называется Елисей, а второй – это непосредственная связь с уроком Елисей, он так и будет называться. Обратный отчет. Да, он уже начался с этого Рождества. Поэтому, опять же, как мы знаем из книги Откровения, да, два пророка, которых убьют звери. Да, в середине сегмины выйдет зверь, который убьет двух пророков. Четвертая царь, вторая глава, говорит вам о том, что будут убиты те, кто не заимел контакт с Господом Богом. Вот и все. Поэтому я вас поздравляю, тех, кто уже в контакте, я вас поздравляю с тем, что мы уже на финишной прямой, да, дороги домой. Вот. Поэтому, мир, милости и благословения вам всем. В имя Иисуса Христа. С днем рождения нашего Спасителя. До новых встреч. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова